Всем привет! Сегодня я хочу показать вам один очень необычный рецепт соуса. Он очень пикантный и подходит для салата, а также для мяса, рыбы и птиц. Стараемся очень-очень мелко нарезать петрушку. Нарезанную петрушку отправляем в чашку для блендера. Очень аккуратно. Теперь перейдем к чесноку. Если у вас чеснок крупный, то его нужно разрезать на кусочки, а если мелкий чеснок, то разрезать не нужно. Отправляем чеснок к петрушке. Теперь нам нужно налить оливковое масло, чтобы оно покрыло петрушку и чеснок. Теперь берем блендер и все это хорошо измельчаем. После того, как хорошо мы это все взбили, измельчили, нету никаких больших кусочков ни петрушки, ни чеснока, мы теперь добавляем такое же количество оливкового масла. И сейчас хорошенько все перемешиваем. Соус у нас уже готов. По желанию можно его перелить в вот такую вот емкость. Благодаря ей очень удобно поливать салаты или мясо и все остальное. Поэтому найдите у себя в магазинах или же, если у вас закончится кетчуп, не выкидывайте баночку, а хорошенько ее помойте, просушите и очень удобно. Соус наш готов. И будем переливать нашу баночку. Еще также хочу сказать по поводу хранения этого соуса. На ночь лучше его убирать в холодильник, а утром доставать и в течение дня его использовать. Дело в том, что масло в холодильнике застывает, и если вы будете постоянно его ставить в холодильник, убирать, вам придется ждать, пока масло растопится. Летом, конечно, лучше его держать в холодильнике. Это очень полезный соус, здесь много чеснока и петрушки, и он подходит абсолютно к каждому блюду. Если вы, допустим, не любите салаты с майонезом или со сметаной, это очень-очень полезная и вкусная замена майонезу и сметане. А также очень вкусно подавать этот соус с мясом, с белым мясом или с рыбой. У нас в Испании очень популярный этот соус, он подается практически в каждом ресторане, так что попробуйте, вам обязательно он понравится. Сейчас я буду кушать вот такой зеленый салатик, и я люблю его вот так поливать этим соусом, и получается вкуснота. Вуаля! Я надеюсь, вам придет по вкусу этот соус, пробуйте, оставляйте в комментариях, понравился вам он или нет, обязательно сделайте, тем более сейчас такую зимнюю погоду, точнее уже весна, но все равно еще холодно, он очень полезный. Так что пробуйте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал, и всем пока-пока!